друзья всем привет сегодня у нас 18 октября и это у нас не влог на улице 14 половиной градусов сложна жизнь блогеров тащиться вот такую грязь чтобы снять вам контентик ради вот вот тех красивых пейзажей у осенних пейзажей которые уже практически практически потеряли былую красоту уже скоро наступит зима самый настоящий вообще удивляюсь как вчера в новостях говорили последние 137 лет по-моему было была такая температура потому что очень тепло мы даже вот так вот сделаем как вот в кино делают снимать это дело я будущее знаю вот это все поехал специально затонировал машину чтобы вот получать такую красивую замечательную про экспонированную картинку даже сотрудники гибдд подписываются на меня и вы подпишитесь кто смотрит первым это видео неважно что он смотрит это видео только из-за того что вот можно посмотреть на вот эту ворону летающую чески еду на локацию на очередную сейчас посмотрю где будет получше картинка и наверное начнем снимать все уже порядком облысела здесь была куча листвые но вы кстати вот на этом месте мы записывали один из обзоров про наушники здесь правду же костер пожгли рябиночка честно говоря думал будет намного поинтереснее все не все так можно сказать убого получится более интересная картинка люди периодически какие-то стоящие на месте вот там моя любимая локация здесь я уже снимал но все выглядит совершенно по-другому намного хуже не так пейзажные красиво вроде бы я нашел какую-то локацию так что поехали снимать тут 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 а на фига себе что это у нас тут у вас ну что ж друзья привет всем видит бог не хотел я делать этот выпуск вообще этот обзор потому что уже миллион пятьсот обзоров было блин сравнивать и зачитывать по бумажке как обычно это делать снега до сих пор нет и такой день как говорит гидрометцентр был около 137 лет назад такой теплый день я имею ввиду сих пор в воздухе если будет видно не знаю летают мошки многие писали и в инстаграм и писали также на ю тубе недавно своем блоге на яндекс дзене я выложил пост о поездке я брал собственно камеру на которой сейчас снимаю это sony a7 3 и объектив единственный объектив больше ничего не брал потому что хотелось больше провести время именно понаблюдав за всем этим великолепием 17 28 2 и 8 там рон и на мой взгляд это самый перспективный объектив за ну по крайне мере на последние пару лет потому что он во первых дешевый он маленький он очень легкий и что самое главное на мой взгляд он очень резкий картинка очень хорошая сейчас видео специально снимается не через него отвечая опять же на много вопросов по поводу переходников и неоригинальных систем сейчас я снимаю на объектив для канона фирмы сигма арт это полтинник 50 миллиметров 1 и 4 через переходник сигма mc11 на мой взгляд это тоже очень крутое решение люди как я которые решили перейти внезапно спустя там не знают 20 лет или 10 или 5 снимая на canon говорят что вообще все это фигня все остальные камеры и матрицы canon top panas top короче куджи фильм с 10 битами топ а потом в итоге приходят на на тот же самый sony возникает вопрос что делать опять же с объективами потому что есть много переходников разных спид бустеров и как бы довольно таки заманчиво решить дабы лет накопленную оптику конечно же продавать не хочется потому что это деньги потому что вы привыкли к этим стекла многие стекла действительно достойные объективы сигма особенно арт-серии они очень перспективны кто не понимает о чем речь можете перейти в описании есть инстаграм мой последний несколько постов я снимал на эту на этот опять же объектив портретном режиме и много вопросов было работает ли фокусировка по глазам работает ли следящий фокус все работает по крайней мере для вот новичка любителя вот я сейчас записываю видео вы видите как бы что он фокус ловит вот я подхожу как бы проблем нет ставлю наверно вставку по поводу у многих возникает вопрос по поводу фокусировки по глазам и по лицу фото так многие спрашивают по поводу фокусировки по лицу вот полтинник 14 с переходником сигма mc11 все работает по глазам фокусировка вся фигня все есть то есть по крайней мере фото возможностях камера работает замечательно фокусировку по лицу тоже работает замечательно по глазу сами понимаете нифига не работает потому что это хотят full hd 60 кадров в секунду но лицо ловит все нормально вот центральная фокусировка как только лицо появляется вот ловит все опять же на том же переходнике и надеюсь большинство вопросов по поводу неродной оптики допустим от canon на sony как это все работает через переходники я надеюсь я закрою если вам хочется действительно все-таки увидеть обзор mc11 как он работает с неродной оптикой посмотреть фотки или еще что-то напишите пожалуйста в комментариях я тогда запишу видео более подробно напишите свои вопросы что вас интересует чтобы я знал о чем говорить и казалось бы окей там взяли соньку сэкономили кучу денег не покупает же мастер потому что у вас уже есть там кэновская оптика или допустим сигмовские объективы под кэнон взяли накрутили и поехали с этим всем делом в путешествие сейчас у меня камера стоит на штативе горилла под и честно говоря ему довольно таки сложно потому что вся серия арт допустим у сигмы и вообще в целом кэновская оптика и эль серии там и так далее вот эти профессиональные объективы они прилично весят поэтому те кто ходит в походы особенно долгие походы для них вес очень важен и поэтому возникает вопрос что взять и собственно сейчас мы закрываем вопрос вообще в целом об оптике что купить что взять в поездку на что снимать допустим фото или на что снимать видео у вас хватает денег только на sony и все собственно больше у вас денег нет вы можете купить вот эти два замечательных объективы почему опять же я снимаю это видео на другой объектив с другим переходником потому что объективы про которые буду говорить они у меня вот собственно в руках предвидя мамкиных сейчас фотографов и видеографов которые говорят что вот же мастер это круто которые собственно вообще разбирается во всей оптике во всех объективах во всех переходниках но при этом продолжает копить на sony снимая на какой-нибудь другой камеру canon 80d или там допустим снимая на тот же iphone но знаю при этом все я буду сейчас все равно отвечать на вопросы потому что собственно вы из-за этого открыли видео что купить если у вас есть деньги только на sony там допустим а 7 3 на мой взгляд это самая перспективная камера на сегодняшний момент потому что она а дешевая относительно других камер и б на нее можно снимать все что угодно как фото так и видео плюс она снимает в большинстве режимов у нее есть логарифмическая кривая то есть можно делать покрас видео можно снимать и даже без покраса видео в офигенном качестве в офигенном диапазоне на нее можно прекрасно фотографировать при этом она маленькая это эта камера по-настоящему но можешь сказать для меня она изменила прям вообще подход к фотографии и контенту большинство там stories кто подписанному инстаграм я все чаще и чаще выкладываю фотки именно снятые на камеру из-за того что камера маленькая вам не напряженную достать сфоткать она легко соединяется по приложению опять же если вы мамкин монтажер у вас есть macbook или еще какой-то портативный небольшой ноутбук не бензиновый вот этот огромный который на полном заряде которого хватает там на 20 минут и все там батарея потому что уже кончено или допустим вас есть ipad вы можете также будучи там каким-нибудь путешественником блогером можете снимать на эту камеру совершенно спокойно там долгое время тоже батарея долго держит просто хорошо выстроив картинку экспозицию и так далее можете сразу же скинуть весь материал видеоматериал в тот же ipad и на нем же смонтировать спокойно и выложить этот выпуск купили камеру наконец-то продали почку автомобиль квартиру там в звенигороде или еще где-то и наконец-то купили долгожданную камеру sony продав при этом еще свои камеры предыдущие и накопив еще на переходник у вас осталось немного оптики и вы думаете на что снимать как бы что мне взять для того чтобы снимать там свадьбы снимать путешествиях не чтобы это все было маленькой работала классно вот один из выходов из текущей ситуации левой руке справа от вас получается это там рон 28 75 в правой руке от меня и слева от вас это значит там рон 17 28 таким образом по цене одного g мастера 24 72 8 у вас не так много денег и вы хотите перекрыть более широкий фокусный вам нужен более легкий объектив более компактный но как бы вы не приверженец там прям звенящие резкости звенящего качества по изображению вы можете купить вот эти два замечательных объектива вы перекрываете фокусное состояние от 17 миллиметров до 75 многие наверняка слышали уже про это объектив я говорю опять же про там рон 28 75 с постоянной светосилы 2 и 8 поэтому наверно давайте я сейчас поставлю в камеру вы будете смотреть и оценивать с него картинку и буду рассказывать про другой объектив за которого вы наверняка смотрите это видео а потом мы поменяем я расскажу немножечко про него и про вообще опыт и свои ощущения и так друзья я установил объектив там рон 28 75 сейчас дырка 2 и 8 на 28 миллиметров как бы я сейчас буду рассказывать посмотрел сейчас я не понял в каком моменте это произошло но в общем у меня сели петли понадеялся и короче это жопа какая-то я говорил все вот это про объектив и у меня не было звука я как бы не видел потому что обычно не моргает лампочка когда я решил посмотреть проверить просто чисто физический звук посмотрел его приемник который на камере и он тоже севший все пошло по одному месту я не взял внешне на камерный микрофон кончина который я обычно записываю думаю как бы вот здорово будет на петли записать классно теперь я понимаю почему многие пишут именно на на камерный микрофон придется мне писать со странным фиговым звуком который на микрофон который в камере придется наверное часть повторить по новой но зато более коротко я решил пересесть потому что тот ракурс не надоел он немножечко по-другому выглядит на 28 миллиметрах даму смотрелось по-другому сейчас я решил пересесть и моя сейчас на один там рон и буду рассказывать про другой сейчас у меня в руке там рон 1728 долгожданный почему-то на youtube и до сих пор обзоров не было на этот объектив только не русскоязычные обзоры хотя у многих этот объектив уже есть если вы зайдете на яндекс маркет уже появились отзывы многие этот объектив хвалят говорят что он там классный у него хороший хороший рисунок если вы фанатом sony знаете что такое r-серия это более с большими мегапикселями камера она именно как фотокамера идет самый новый r4 a7 r4 sony у нее 61 мегапиксел так вот кто снимал вот на этот объектив даже ту камеру он полностью разрешает по именно по мегапикселям по качеству картинки это очень круто кто снимал даже на g-master наш над 35 2 и 8 он немножечко с большим охватом фокусных картинка практически такая же то есть вы если вы смотрите допустим это все дело на небольшом мониторе если вы печатаете в эту разницу практически не увидите бы я фотографировал когда ездил в карелию я брал только один лишь вот этот объектив другой объектив я не брал потому что опять же это беготня между фокусными между объектив у вас возникает диссонанс мозга то есть с одной стороны вы приезжаете на одну локацию у вас широкий угол ставьте лайк или пишите комментарии нравится вам или нет когда он звонит неподходящий момент или особенно если это обычный номер оказывается что это там какой-то автоответчик с фирмой который продает вам не знаю конверты для того чтобы пересылать посылки куда-нибудь я не знаю еще что-то приехали на одну локацию смотрите у вас там пейзаж вы хотите поставить широкий угол потом увидели какую-нибудь белку или какие там камни или еще что-то вы такие понимаете что 28 миллиметров вам не хватит и как бы надо бы зазумить получше вы достаете допустим вот объектив вы ставите который на который сейчас снимается сейчас 28 миллиметров максимальная его длинный конец 75 вы на 75 выкрутили получили другую картинку потом вы еще что-то и вот вы начинаете туда-сюда бегать я не брал специально поездку другой объектив потому что он все-таки с переменной длиной то есть при зумировании его длина меняется и опять же могут там была погода не очень хорошая дождь там даже был снег местами грязь опять же там еще что-то вот мы лазили по всяким вот этим горным местностям грязь могла попасть на объектив ее могло туда засосать и как бы я не настолько богат чтобы иметь еще в запасе какое-то количество денег чтобы поменять все это дело была возможность именно полностью целиком прочувствовать этот объектив плюс опять же знаю что большинство блогеров даже зарубежных они все снимают на 16-35 единственный недостаток этого объектива несмотря на то что его длина при зумировании не изменяется у него есть все-таки подвижная линза как вы видите в каких-то моментах допустим когда линза убрана это он получается на 28 миллиметрах сюда может на стенке попасть грязь или еще что-то и когда вы будете ну постоянно зумировать а как бы если это зум объектив вы для этого его покупали всю эту грязь может сосать внутрь либо поцарапать там резинки или еще что-то это наверное единственный недостаток который очень легко лечится покупкой фильтров что самое крутое самое интересное что у обоих этих объективов фильтра одинаковый диаметр в итоге вы лезете на тот же алиэкспресс смотрите фильтры freewell фирмы это самые на мой взгляд сейчас перспективные фильтры покупаете либо поляризационный фильтр либо нд-фильтр либо гибридный фильтр нд-фильтр с поляризационным вместе который можно крутить опять же это ширик и понятие вот именно фильтров как поляризационный на нем необходимо это ну как одно без другого не может быть поляризационный фильтр нужен чтобы убрать частичные блики и этом допустим если вы витрину снимаете чтобы убрать отражение там улицы или еще чего-то когда вы одеваете поляризационный фильтр у вас все это дело пропадает покупая упаковку freewell ских фильтров вам в комплекте идет очень крутой бонус это ультрафиолетовый он же и защитный фильтр в котором строен магнит он накручивается и собственно вот в данном объективе вам не даст попасть вот эту уже грязи все внутрь объектива то есть через резинки здесь уже ничего не просочится если вы конечно не будете его там окунать или макать вы уже избавляетесь от этого недостатка плюс тот фильтр который вам нужен и плюс еще самый крутой это магнитная крышечка то есть как вы знаете крышки бывает вы не до конца одеваете защелкиваете когда вы достаете объектив задеваете от крышка отваливается на толстая там металлическая тонкая крышечка самолет самолет как не не хватает микрофона больше недостатков у этого объектива я не заметил твою мать как же здорово что ты летишь объектив очень легкий очень компактный как вы видите это вот прям маст хэв это очень круто и если вы допустим занимаетесь какой-то видеосъемкой выиграть весь если вы занимаетесь там походным туризмом или еще чем-то опять же вы весь выиграете плюс еще и в размерах то есть он занимает мало места и вы сэкономите деньги если у вас carl c16-35 но f4 вы хотите более светлую картинку или у вас нет вообще объектив но у вас нет и опять же денег вы не знаете нужно вам широкий угол или нет и не хотите кучу денег хотите просто посмотреть что это такое и вам важен именно широкий угол не вот эти конечные 35 миллиметров а то есть вам 28 миллиметров хватит то вот покупка этого объектива она полностью оправдана тот же джи мастер 16 35 2 8 он стоит 130 тысяч рублей то есть по цене двух объективов вы прилично еще и выигрываете в деньгах под видео я обязательно прикреплю ссылку на цен на мой блог где есть фотки про этот объектив немножечко текста про него опять же кто не подписан можете подписаться на блог это очень здорово там много различных съемок различных тестов что выходит потом на ю тубе опять же можете подписаться на мой инстаграм ну и давайте наверное я ради просто спортивного интереса покажу вам 75 миллиметров на там роне чтобы вы просто посмотрели как это все выглядит к сожалению как вы поняли с петличного микрофона нет закрывая опять же вопрос почему это важно потому что если даже был бы у меня на камерный микрофон на таком расстоянии это уже было бы ну такое себе опять же было слышно вот этих птичек и все такое но на камерный микрофон полностью решает все эти вопросы это 75 миллиметров там рон 28 75 дырка 2 и 8 в руках у меня 1728 объектив тоже там рона сейчас я поменяю и расскажу наверное немножечко про него и вообще целиком про набор итак друзья переключился на другой объектив вот у меня в руках как видите это там рон 2875 вот про что собственно я говорил про переменную длину и что я могу сказать по поводу этого объектива конечно обзор на него же день не делал только ленивый честно говоря тоже недостатков я у него не увидел потому что за свои деньги это вполне хороший объектив на авито сейчас его можно взять даже за 40 тысяч рублей бушный в идеальном состоянии и наверное это первый единственный объектив который появляется у большинства людей которые знакомятся с sony вообще с полнокадровыми камерами тоже объектив стоит того я сейчас я знаю одну девушку которая прекрасно фотографирует до сих пор на это стекло имея в парке только этот объектив и она зарабатывает деньги коммерческие съемки снимают из недостатков опять же вот я про него именно говорил я не брал его в карелию хотя мне очень хотелось потому что 28 миллиметров вполне тоже нормальный угол широкий и это конечно не 24 но и есть огромный плюс то что здесь 75 миллиметров они 70 что дает немножечко другое соотношение и более другую глубину по сравнению с 70 миллиметрами из недостатков кроме зумирования я ничего не нашел потому что передняя линза как вы видите она неподвижная она защищена опять же вы покупаете еще один комплект фривайловских фильтров и накручиваете сюда и все у вас классно защищены но вот по поводу чего я говорил надеюсь это будет видно здесь есть небольшая полоска она вот такая под углом идет это как раз от грязь которая попала на вот эту вот поверхность и собственно царапнула этот объектив свои недостатки в любом случае но с другой стороны за такую сумму это прекрасный объектив плюс это единственное стекло зум стекло с диафрагмы 2 и 8 которая хорошо развешивается практически на любых стабилизаторах на 50 выкручиваете развешивать ее на стабе на электронном и спокойно работать потому что на 75 или на 28 у вас будет опять же средний вес в одну либо в другую сторону но наверное давайте чего все ждут выкручу на 17 миллиметров теперь вы видите все выглядит максимально широко и здорово заключение опять же кто думает между 16 35 или 17 28 но кому нужен именно ширик на мой взгляд опять же лучше выбрать 17 28 вы по крайней мере пристреляетесь это не такие большие деньги и вот разница именно либо 16 либо 17 миллиметров она не настолько значительно как 28 или и 35 миллиметров если вам нужен именно ширик плюс опять же если вы мамкин видеоблогер то вес для вас будет прям основным критерием и широкий угол вы можете совершенно спокойно взять камеру из за того что объектив легкий относительно тех же 16 35 вот полтинник 1 и 4 сигма сигма арт он очень тяжелый и 16 35 не легче вы можете открыть яндекс маркет и совершенно спокойно сравнить по весу хотя бы эти два стекла если вам если вы снимаете видеоблоги то вес для вас самое это основное потому что рука она не казенная она быстро вас офигеет можете зазумить все между 17 и 28 миллиметрами разницы практически нет визуально сейчас я могу вам показать пример зумирование то есть вот 28 миллиметров и вот 17 вот 17 миллиметров его 28 то есть разница будет практически незначительной стекло однозначно хорошая если у вас есть к тому же 100 те же самые 130 тысяч рублей но вы не знаете что себе купить вы готовы их потратить но вам как бы 24 70 скорее всего будет маловато выходите еще что-то то конечно наверное у вас единственный вариант это купить вот этот 17 28 и купить вот этот замечательный 28 75 на эти деньги если у вас есть немножечко еще канонской оптики вы можете купить сигма mc11 переходник и пользоваться собственно эти 130 тысяч рублей полным парком канонской оптики и имея при этом еще два вот этих замечательных объектива которые прям перекроют все ваши фокусные если вы опять же свадебщик то это прям лучший наверное будет комплект на мой взгляд ну и наверное вот видео full hd без профиля как есть фокус по лицу как это все работает все это классно с центральной фокусировкой посмотрите вот я снимаю по моему все неплохо ну если честно в заключении я даже не знаю что сказать очень жаль что у меня села петличная система как бы давно вот этот обзор подгорал уже надо было записать его тестирование объектива путем снятия стенки на одинаковых фокусных по сравнению с другими стеколами я считаю смысла проводить нет есть куча разных сайтов где можете скачать исходники покрутить их посмотреть как бы это уже прошлый век я думаю многие смотрят видео именно на ю тубе потому что им важно мнение посмотреть картинку в целом услышать от человека как этот объектив вообще снимает и его мнение они вот эти вот все тесты взять там сфотографировать потом открыть в lightroom 2 2 фотки и такие сидеть вот вот смотрите вот здесь кирпичики лучше прорисованы здесь кирпичики хуже прорисованы поэтому как бы вот этот объектив хуже давайте будем все-таки смотреть правде в глаза потому что каждый снимает по-своему у кого-то руки из одного места растут у кого-то руки из другого места даже на какой-нибудь там телефон или iphone каждый снимет по-своему и у каждого будет разный результат хотя телефоны одинаковые фокусировка по лицу включена full hd до этого я снимал пару сетов 4k но вы конечно же этого не увидите потому что вы смотрите все эти видео на телефоне все выводится в итоге full hd вот это был значит обзор двух самых популярных объективов бомж набор начинающего успешного мам кинофотографа это видео я сделал потому что многим это было интересно давайте наверное все-таки tesla улайты сделаем вот видео с айфона xs max smart hdr включен и вот как он видит все это дело как видно все это через телефон без каких-то приукрас вот смотрите как прорисовываются тени и так далее на самом деле не особо темно сейчас но блин потом если будет темнее картинка наверно будет сыпаться сейчас я значит включу gopro съемка с gopro экран я что-то не могу оттереть но не суть как говорится так вот как снимает gopro тот же самый low light те же самые параметры вся та же самая фигня собственно вот видите саму освещенность 16 17 миллиметрах будет выглядеть все это дело на четверке не 100 1600 и следовательно мы его добавляем чтобы было чуть посветлее это iso 5000 выдержка 1 80 вот так будет все выглядеть если вы попробуйте 16 35 примерно на 16 миллиметрах ну и следовательно чтобы нормально все это выглядело более-менее удобно варима со значит где-то 10000 1 сотая выдержка вот как все это дело выглядит так давайте наверное сейчас перекручу на 2 и 8 вот собственно как все это выглядит здравствуйте 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 это low light с значит это sony a7 3 да кстати там рон 17 28 2 и 8 дырка 2 и 8 даже не шумит и сейчас короче 5 вечера вот вы можете наблюдать вот такую картину это повторюсь что sony a7 3 там рон 17 28 дырка 2 и 8 iso 5000 приходится до выкручивать чтобы все это дело нормально шумит громко пипец просто вот 28 миллиметров как это все выглядит там рон 17 28 дырка 2 и 8 тест тест по лицу по глаз мне по глазам не работает тест по лицу автофокуса вот не это все все работает sony top по нас ван лав фуджи топ вот